Добрый день подводным охотникам! В этом видеосюжете я продемонстрирую вам замечательные фонари фирмы Форей или в простонародии Форель Фонари имеют такие модификации Форей W151 и W152 150 это глубина погружения фонаря на 150 метров можно погружаться 151 это значит, что фонарь на одном литийном аккумуляторе 152 на двух литийных аккумуляторах Фонарь работает на светодиоде XML и 151 фонарь дает мощность светопотока 800 люменов Есть также модификация фонаря на 650 люменов называется 151B или 152B Там более теплый свет диода и дает светопоток, как я сказал, 650 люменов Далее, фонари имеют, как сейчас по стандарту, три режима света Это 100%, 50%, 20% и режим стробоскопа Переключается магнитным кольцом Преимущество фонаря среди других фонарей То, что он выполнен в очень хорошем качестве Очень хорошее анодирование фонаря И комплектуется сразу нормальными аккумуляторами на 2600 мА То есть не нужно искать какие-то Panasonic или Sushine Можно сразу купить фонарь с хорошим аккумулятором Фонарь имеет еще одно преимущество Очень хороший ореол света И этот ореол не сколько большой, сколько имеет большую плотность засвета Сейчас на специальном стенде мы сравним эти фонари с популярными фонарями Маленький фонарь сравним с фонарем Sorgan Berkut и Magic Shine 852 А большой фонарь сравним с фонарем очень популярным Magic Shine MG810 Этот фонарь превосходит этих конкурентов по всем параметрам По свету, по качеству, по цене он с ними стоит в ровне Так, сейчас мы посмотрим, как светят фонари Также фонарь есть со сменой желтой линзой и без нее Точно так же для мутной воды можно применять этот желтый свет Фонари комплектуются зарядным, естественно, устройством для литий-ионных аккумуляторов Посмотрим фонари сравнения Для начала возьмем фонарь FRA 151 и Sorgan Berkut Итак, справа у меня фонарь FRA Вот я включил его Мы видим, как он светит То есть у нас есть ореол, но ореол полностью насыщенный Теперь у нас есть фонарь слева Sorgan Berkut Мы видим, что Sorgan Berkut имеет в центре жирное пятно, точку и рассеивающий ореол Вот, но дальше ореол у Sorgan Berkut теряется А у фонаря FRA ореол полностью заполнен И мы видим, что фонари имеют разные свечения То есть фонарь FRA намного мощнее по свету Теперь с левого бока мы возьмем фонарь Magic Shine 852 Вот у нас этот фонарь То есть фонарь имеет более желтый оттенок Но опять же он имеет жирную точку в центре И рассеивающий ореол, который в мутной воде полностью бесполезен Он теряется У FRA ореол насыщенный Он работает, он реально работает Это проверено Теперь я вам покажу, как меняется свет При помощи желтой линзы На примере фонаря Значит, вот я сейчас держу FRA без линзы И FRA с желтой линзой Вот, справа у нас FRA с желтой линзой Мы видим, насколько более насыщенный стал свет Это очень-очень хорошо для мутной воды Для охоты под корчами, корягами и в траве Теперь сравним фонарь с Magic Shine Значит, справа у нас FRA Слева у нас фонарь Magic Shine Вот, Magic Shine сейчас поставим на максимум Вот, тоже самая история Magic Shine имеет жирное пятно в центре И ореол, у него ореол даже больше, чем у FRA Но этот ореол ничего не стоит Потому что в мутной воде он теряет свое видение У фонаря FRA ореол полностью заполнен Соответственно, фонарь будет намного лучше работать Но по габаритам будет меньше То есть, под ружьем его ореол меньше Будет занимать место Соответственно, и плавостность меньше Так что, вот такой у нас фонарь FRA Это с желтым светом И с белым светом Рекомендую всем подводным охотникам Отличные фонари, очень хорошее качество И удачных вам охот, ребята!